итак еще один вопрос а салам алейкум братья прамута сунниты приводят доводы хадисы в которых сам пророк салаллаху алейхи али и после того как разрешил это то есть временно брак через три дня запретил шейх курбан этот хадис достоверный и так имеется хадис в котором говорится что пророк салаллаху алейхи али и салам разрешил и потом через три дня запретил запретил временный брак через три дня то есть с хадис согласно которым посланник аллаху алейхи али еще при жизни запретил временный брак этот хадис конечно же недостоверный почему потому что во первых этот хадис противоречит не отмененному аяту священного корана и во вторых противоречит множество других достоверных хадисов и так по поводу аята который не отменен это конечно же 24 аят 4 суры суры женщины где всевышний говорит фа мастам татум би химин хунна фа ату хунна у джура хунна фаридата что за то удовольствие которое вы от них получаете так даруйте же им их награду в обязательном порядке этот аят священного корана является аятом о временном браке и этот аят никем не отменен нету никаких доводов и доказательств нет никаких аятов которые отменяли бы этот аят и никто не утверждает о том что этот аят отменен по поводу того что это аят касается временного брака мы можем обратиться к хадисам например в аль-мустадрак аляс-сахихейн хакима нисабури в котором приводится предание от ибн аббаса что он толковал этот аят следующим образом фана стам татум би химин хунна или аджалин мусамма то есть ибн аббас говорил что зато удовольствие зато временное удовольствие которое вы от них получаете или аджалин мусамма то есть на определенный срок или аджалин мусамма так толковал ибн аббас этот хадис сам хаким назвал достоверным он говорит хада хадису сахиху на ля шарти муслим валям юхриджаху что этот хадис является достоверным согласно условиям муслима но ни муслим ни бухарь этот хадис не привели и в своем тальхисе шамсуддин дахаби также говорит а ля шарти муслим что да этот хадис является достоверным согласно условиям муслима то есть передатчики это передатчики через которых передавал сам муслим своем сахихе и помимо этого мусунистские ученые мы видим что утверждают о том что большинство ученых считает этот аят аятом о временном браке например аш-шавкани своей книге фатху л-кадир пишет вакаля л-джумхур инна л-мурада би-гадихи л-ая никаху л-мута что большинство ученых говорят что под этим аятом подразумевается временный брак и об этом же точно о том же говорит в своем тавсире аль куртуби когда толкует этот аят он пишет следующее вакаля л-джумхур аль-мурада никаху л-мута куртуби пишет что большинство ученых сказали что под этим аятом подразумевается временный брак поэтому эти хадисы о запрете временного брака противоречат аяту священного корана конечно же являются недостоверными конечно же является не за и потому что временный брак провозглашен в священном коране и нет никаких доводов и оснований считать что этот аят отменен никаких доводов и доказательств на это просто-напросто нет а если кто-то захочет хадисом отменить аят то опять таки это значит что вы через не мутаватр хадис даже если он достоверный через не мутаватр предания хотели отменить то что является мутаватром то есть аят священного корана кто такое дозволил кто такое вообще разрешил какой ученый это разрешил ну и помимо этого этот хадиса якобы озабрете временного брака противоречит другим достоверным хадисом в частности хадису под номером 1405 из сахих муслима в котором передается от джабира что он говорит фаална ума ма арасу лиллахи саллаллаху алейхи ва алихи ва салам сумма на хана ангума умар фалам на удлахума говорит что мы совершали две муты то есть мута туль хаджи и мута тунниса муту хаджа и муту женщин то есть временный брак и совмещение хаджа с умрой мы совершали ма арасу лиллах вместе с посланником аллаха саллаллаху алейхи ва алейхи ва салам а потом нам запретил их обе эти действия обе эти деяния нам запретил умар запретил как совмещение умры с хаджем такие временные браки запретил фалам на у для ума и после запрета умара не запрет абу бакра то есть во времена в бакра практиковалась и какое-то время во времена самого умара это также с подвижниками практиковалась и как видите из этого достоверно хадиса исходит что запрет был именно от умара имеются и другие хадисы множество хадисов множество преданий и передач что именно о марбин хаттаб запретил временный брак они посланник аллаху саллаллаху алейхи ва алейхи ва салам для более подробного изучения данного вопроса обратитесь на сайт доводы точка ру в раздел доводы в подраздел фикх и в под подраздел временный брак там огромное множество источников цитат доводов из сунницких источников можете подробно этот вопрос изучить по этому разделу